Весенний паводок не только топит дома и смывает асфальт. В очередной раз пострадало Черницкое кладбище. Часть могил здесь оказалась размыта, кресты и памятники упали, а проезд на затопленную территорию перекрыт. По сообщениям в социальных сетях, из-за воды и грязи здесь, в 70-м квартале, не смог проехать катафалк. Чтобы доставить гроб на место захоронения, родственникам умершего пришлось вызвать грузовик. Возмущены оказались и родные тех, кто был захоронен в этой части Черницкого ранее. По их словам, администрация кладбища не предупреждала о рисках подтопления. А когда вот увидели, ну это, конечно, страшно. И тут многие могилы, прям они... Я не знаю, как выбрали такое место. И неужели администрация не предполагала, что вот здесь вот так вот может быть? И почему довели до такого состояния? Тепло, вода пошла, и... Это, конечно, страшно. В соцсетях барнаульцы жаловались, что похоронная служба не обращает внимания на образовавшиеся болота. Однако со вчерашнего дня на месте подтопления работает техника. Трактор и мотопомпа. Сотрудники похоронной службы откачивают воду и роют водоотводной канал. А уже сегодня прямо здесь прошло совещание. Разговор сводился к тому, что хоронить нельзя. А вот работы по откачке воды и восстановлению территории необходимо продолжить. Завезем туда грунт, значит, обвет и этот мусор весь соберем, вывезем, подсыпем землю и будет все хорошо. И планируем с той стороны, значит, отсыпать черный въезд за кольцевателем. И если могилы обещали поправить уже сегодня, то для работ с грунтом сначала необходимо провести геодезические исследования. А вот по мнению родственников захороненных здесь людей, о подтоплениях территории и без геодезии известно давно. Рельеф местности постоянен. Непонятно, почему в последние два года на Черницком стали хоронить в оврагах на территории кладбища. Вокруг оврагов захоронение десятилетней давности. То есть тогда этого не делали. Много лет на Черницком кладбище были поляны, которые расположены низко и весной заливаются талыми водами. Там никогда не хоронили, но в прошлом году эти поляны стали захоранивать. Люди стали соглашаться найти места, так как места на кладбище стало не хватать. Представители городского профильного комитета сообщили нам, что закрывать кладбище полностью не намерены. На территории кладбища, конечно, производится будут захоронения, за исключением этого квартала. В настоящее время задача поставлена перед специализированной похоронной службой все-таки провести геодезические работы для того, чтобы исключить данные факты в дальнейшем. Помимо этого, руководитель комитета пообещал привлечь к дисциплинарной ответственности работников похоронной службы. Но какие именно санкции их ждут, не сообщил. Закончить работы обещают не позднее 1 мая. Артем Гусельников, Андрей Печоркин. День с толком.